Привет! Меня зовут Дмитрий. Я уже полтора года живу в Гоа и хочу поделиться с вами своим уникальным опытом. В свободное время я занимаюсь бизнесом, творчеством, йогой, медитациями, различными практиками. Я люблю ездить, кататься, путешествовать, а в целом просто получаю удовольствие, живу и наслаждаюсь каждым мигом, каждым моментом. Я осознаю себя в целой вселенной, где любая другая жизнь – это всего лишь воплощение энергии. И я воплощение энергии, и вы воплощение энергии. Все в этом мире – одна сплошная энергия, и вы вольны делать с ней все, что угодно. Таким принципом я руководствуюсь, так я и живу, поэтому я здесь, поэтому вы меня смотрите сейчас. Итак, а почему же, собственно, это видео сейчас вам необходимо досмотреть до конца? Да, поскольку я уже живу в Гоа полтора года, и, казалось бы, куда можно уехать из этого рая. Настоящая свобода, спокойствие и умиротворенность в одном месте, концентрация осознанных людей просто зашкаливает. Но все-таки есть сейчас одно место, куда я хочу отправиться. Вместе с вами хочу разделить этот опыт, показать, как бывает, как можно, как лично мне нравится. Этот выпуск будет о путешествии из Гоа в Гималай, север Индии, настоящие горы. Итак, предвкушаю просто незабываемый опыт, грандиозные приключения и невероятные испытания, скорее всего, тоже был. Но я готов к ним, все это опыт. Я осознанно подошел к этому выпуску, к этой поездке, к этим съемкам, к этим приключениям. И поэтому прошу вас просто посмотреть и поблагодарить Вселенную за то, что все происходит именно так, как вы сами хотите. Поехали! Итак, долго тянуть не будем. Сразу из Гоа в этот самый день, 24 сентября. Мы отправляемся на север Гималай, в горы. Сначала мы доедем до Дели, на поезде. После этого вы узнаете в выпуске, что будет после этого. А в Гоа сейчас конец сезона дождей. Кругом зелень, природа обновлена. Все заново цветет, радуется. Ну а мы в предвкушении чего-то большего, чего-то нового, чего-то необычного, мистического, сверхъестественного, долгожданного. Пока есть только трепет и желание поделиться этим с вами. Продолжаем. Следующее включение наверняка будет уже с вокзала. Мы уедем из Гоа. Мы обязательно вернемся сюда. Мы обязательно вернемся домой. Впереди нас ждет 36 часов. Супер увлекательного мега приключения по железным дорогам Индии. Итак, мы уже на вокзале. Сейчас отправляемся из Гоа в Дели, столицу Индии. Как вы видите, я в этой поездке буду не один. Со мной мой друг, брат, отец, учитель, сын, ученик или как угодно. Можно просто Оша. Мы сейчас его спросим. Оша, чего вообще, в принципе, ты ожидаешь от этой поездки? Зачем и куда мы едем? Кому это вообще нужно? Всем привет. Ожидать я не ожидаю ничего. Ты же знаешь. Да, мы без ожидания. Да, без ожидания. Лучше ничего не ждать. Лучше не знать про этот фильм. Когда его начинать смотреть, интереснее будет сам сюжет. Поэтому мы не знаем, что там будет, как там будет. Едем полностью наугад, на бум. Идем, едем никуда. Знаем точно, что все получится лучшим образом. А иначе не может быть. Мы сами создаем свою жизнь, свою судьбу. И мы решили тоже что-то попробовать на севере Индии. Посмотрим, какая там жизнь, чем там живут люди. Какая там обстановка, природа, погода, какие там энергии. В общем, у нас путь называется путь домой. Узнаем все на своем опыте. Подъезжает наш поезд, который опоздал всего лишь на 20 минут. Для Индии это норма. Можно считать, что он приехал вовремя. На нем мы и отправимся в Дели. Индийский поезд. Очень похож на наш, российский. Только, соответственно, намного грязнее. Все-таки это Индия, не стоит забывать. Мы сейчас ищем свободные места. Конечно же, мы их найдем. Все дело в том, что наши билеты не имеют никаких мест. Мы должны ехать просто в сидячем вагоне. На голове у индусов, в толпе. Но поскольку мы свободные люди, находимся в свободной стране, решили поехать более-менее в комфортном вагоне. Здесь даже две полки. Обычно в индусских поездах три полки. А в этом вагоне всего лишь две. Сейчас карантин. Индусы боятся ездить. Поэтому, скорее всего, мы поедем одни. А, третья полка. Вот она. Да, я думаю, где же третья полка? Обычно три полки. Вот вы видите первая. Вторая полка. Вот она сейчас вместо спинки. Ну и, соответственно, третья полка. Здесь лежит Оша. У меня тоже самое. И сбоку то же самое. Трехместный вагон. Ну все. И там еще две. Мы располагаемся поудобнее. Занимаем свои места. Встретимся утром и расскажем, как едется. До связи. В общем, только мы сели в один вагон. Сразу же пришли проводники и начали нас прогонять. Потому что это не наш вагон, у нас нет билетов. Мы зашли в соседний. Расположились тут. Лежим. И надеюсь, до утра поспим. Встречаем. А рождаться уже что угодно будет. Всем до скорого. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Егорова В moderne Редактор субтитров А.Кулакова продать этому парняге лишний телефон за символическую цену. Все-таки мы поехали во имя любви и будем делать добрые дела, поэтому сегодня этот индус будет с телефоном. Держи. Да. Окей? Да. Давай. Гангстер! Гангстер! Гангстер Гангстер Актуал Сложно Дем тоже Карmat или галлаков Что тут медитирует? Какая то медитация Медитирующий Приветствуем медитирующего Это называется наблюдение без наблюдателя В таком состоянии этот молодой человек находится сейчас Наблюдение без наблюдателя Нет медитирующего Нету кто медитирует и нету тот кто опустил все мысли Есть только сознание Есть только одно сознание Единое Все остальное лишь иллюзия Так, мы уже подъезжаем к Дели На удивление это выдалось очень легкая и прикольная поездка Весь день мы ехали 35 часов практически Половину этого времени я работал, половину комитировал Так, Дели, встречай Обычный индусский вокзал на первый взгляд В принципе так и есть Интересно что будет в городе Обратите внимание почти Даже не почти, а буквально все, каждый индус в маске Кто-то притянул, кто-то оттянут Они все боятся коронавируса Все на панике Походу Не хочу никого осудить Просто Просто что вижу то и говорю Никого не судим, но все индусы в масках почему-то Они в масках даже, я изучил и понял их психологию Они очень законопослушные Законопослушные По телевизору сказали, что надо одевать маски Не только для себя, а для других Их так обманули И они поверили Просто они вот так вот себя ведут Страха у них нету Страха нет Но самое важное для них то Что подумает сосед, брат, сват Почему они наше поколевизм не сказали Обманули Поэтому они все надевают маски Чтобы другой ничего не подумал Представьте себе, какая это тюрьма Когда нужно думать о мнении буквально каждого индуса А их между прочим полтора миллиарда То есть остается жить буквально по программе По сценарию уже заготовленному заранее Вот что я могу сказать про индусов Точнее про столицу Индии Это первое мое впечатление Никогда здесь раньше не был И вот мы взяли тук-тук Это индийская рикша Трехколесный мотоцикл с крышей Можно так сказать Очень удобно Везде можно пролезть, прорулить, заехать Нас везет ситх На голове у него такой чурбан Скорее всего там длинные волосы обмотаны Этим чурбаном И он их никогда не стрижет А это Дели Похож на любой другой крупный индийский город Здесь Постоянно суета Постоянное движение Сигналы Индусы сигналят просто так Они таким образом Обозначают себя В толпе Своим сигналом Они просто дают понять Что они здесь есть Что они В общем потоке Чтобы с ними никто не столкнулся Поэтому каждый считает своим долгом Посигналить Поворотник так показываем Рукой Ну а что Дели не грязный город Нет прям Какой-то жесть Все можно найти Конечно все можно найти Согласен Но по первым впечатлениям Дели такой чистый город Но мы в центре Не стоит забывать Поэтому здесь Опрятненько все так Можно сказать Аккуратно Опрятненько все так Нет людей Нет проблем Особенно в Дели Едем На полном расслабоне Все складывается Лучшим образом Никогда не мог себе Представить Дели Пустынным городком В центре Индии На самом деле Я не знаю Куда я попал Здесь Огромные улицы Никого нет Где же все индусы Горона В Дели Первый раз И поэтому Я удивлен Где все Те люди Никого Некому дарить Нету 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 Знах Нету Нету Только что по-моему дали Только что дали деньги Только что дали деньги Подходит спустя Три секунды И просит снова Это интересно Ничего не Ничего нету Президенция Президента 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 Индии Премьер-министр А вот там охрана Какой красивый город В центре Из людей Прекрасный парк Величиной В целый Дели Наверное До короны До локдауна Здесь была Полная жесть Почему-то мне так кажется Все-таки Индия Все-таки столица Значит Здесь Есть все Любые контрасты Которые Вы только Сможете придумать Наверняка Есть в Дели В Дели И просто Пустой Абсолютно Никого Никого Нет Пустынный Город А мы Последние Люди На земле Е-е-е Гоу Левть 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 Ес Витамнии 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 Е-е-е Вот так Вся жизнь будет Литовское посольство А вот Сидит Гражданин Литвы На окажетстве Чтобы поменять Пастор А то у нас мокрый И уже не стало Свободных страниц Все уже Испачкано Этими Печатями Штамбурными Потому что Живем в таком мире Что за каждый проезд Идет он отвечает Что-то делает Дух Водить Вод вызывает Вод и дух Все уже Обычная уличная забегаловка с соками. Это манго. Вот такой манговый, после сухого, как классно. Такой стоит полный 60 рублей, целый литр мангового сока. Неплохо, да? Заселились в первый попавшийся хостел. Ты первый? Заселяемся. А, не первый. Мы уже знали этого индуса, но для меня это первый попавшийся хостел, для Оши уже знакомый. Остановимся здесь на одну ночь, а завтра начнется самое невероятное приключение в моей жизни. Вот такой вид открывается с гостиницы в Дели. Сейчас я поднялся на крышу. Здесь со всех сторон здания, дома. Тишина. Все в своем индийском стиле. На улице по-прежнему практически никого. Людей нет. Спокойствие, тишина. Благодать. Благодарю. Крыши в Индии всегда открыты. В любой момент можно уединиться на любой из крыш. Я поднялся просто на крышу своего отеля. Этого вполне достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Значит, уличная еда. Вот такие пельмени. Есть вегетарианские, есть какие угодно мясные. 40 рублей всего порция стоит. Готовят прямо здесь, далеко не отходя от кассы. Очень вкусно. Прям очень вкусно. Для уличной еды так очень вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, доброе утро. Вот на завтрак пьюманговый сок. Но вообще не об этом. Сегодня самый важный день, потому что мы едем покупать мотоцикл, чтобы отправиться на нем в горы. В Гималайя. В Гималайя. Нам нужно будет выбрать мотоцикл. Я ничего об этом не знаю. Как выбирать, где искать, какой лучше, как выглядит правильный двигатель, как выглядит плохой двигатель. Мы будем делать все наугад, из сердца. И, конечно же, мы найдем самый лучший мотоцикл для наших целей. Поэтому оставайтесь, смотрите. Дальше будет самое интересное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приехали на рынок мотоциклов. Идем смотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь у нас огромный выбор мотоциклов. Глаза уже разбегаются. Соответственно, мы будем покупать, конечно же, старый бэушный мотоцикл. Но хочется найти, конечно же, хороший, красивый, качественный, чтобы он нас в горах не подвел. Наверное, потратим сейчас на поиски целый день. Думаю, примерно вот такой мотоцикл было бы идеально, конечно. Но этот слишком крутой. У нас будет что-то попроще, но примерно такое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, очень большой выбор байков. И понятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим каждый и оцениваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, нет, нет. Это совершенно не то, что нужно. Как бы не хотелось. Но в горы на таком вряд ли. Будет что-то другое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этой части города Дели больше похож на один огромный рынок. Здесь же продают мотоциклы, одежду, еду. Все, что угодно для жизни. По-прежнему народу не так много, поэтому все очень комфортно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень рад быть здесь, в такой обстановке, в таком состоянии в это время. И пусть все так же и складывается дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже целый день оформляем байк. Самое сложное это не найти его, не выбрать. А оформить, потому что в Индии иностранцы не могут иметь имущества. Поэтому приходится искать людей, на которых можно оформить свой же мотоцикл. Вот так все странно. Но двигаемся в этом направлении и упорно. Скоро едем на своем мотоцикле. Сейчас всю работу с макулатурой закончим. И тогда уже только в путь одна сплошная свобода останется. Мейкин видеоблог. И так только что купил байк у этого индуса. Сейчас он считает деньги. Вот целую котлету я вам покажу. Буквально в следующий момент, что мы купили. Это грандиозно. Субтитры создалиxo. Продолжение следует... 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 Поэтому выглядит, конечно, красиво, но непрактично. Убираем ненужное это стекло, а в целом все круто. Через 100 метров на перекрестке с круговым движением сверните на пятый выезд. Остановились придорожные кафешки, а здесь вот печеньки и чай. И ничего нет, даже содовой воды нет. Но зато есть кафешка, мы ее искали, наверное, километров 20. Сейчас чай попьем и поедем дальше, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как дела, мои друзья? Добрый день! Добрый день! Добрый день! Гангарива! Первый раз в Гангарива! Впервые вижу Ганг! Священная река! Да сколько серебра! Ночью ничего не понятно! Просто серебро есть! Я думаю, здесь есть все! И купаться все! Очень много серебра! Посмотрим, что там при свете дня завтра, но ночью тоже интересно! Индусы вот купаются! Пожалуйста! Четыре часа утра! Почему бы не искупаться в Ганге? Там тоже готовится следующий пловец! Заплыв по полной! Заплыв по полной! Не прекращайте! Оша, а что это за место, куда мы приехали? Меня очередной раз обманули! Мне сказали, что здесь Варанаси, но оказывается, потом я когда посмотрел карту, что Варанаси вообще на другой стороне! А я всегда всем думаю, я вот шел пешком, когда из Напала до Нью-Дели, и когда вот здесь остановился, мне эти бабы сказали, что здесь Варанаси! И я не таких понял! Я всегда до этого думал в Варанаси! И говорит, у меня люди спрашивают, какие-то города запомню, когда шел из Напала до Нью-Дели! И я раз думаю, подожди, Варанаси! Единственный город, который запомнил! Но оказывается, я его не прошел, здесь какой-то другой город! А знаешь, что объединяет этот Варанаси и настоящий Варанаси? Они сжигают здесь эти трупы! Ну, здесь трупы не сжигают, но оба города на Ганге стоят, да! И вот здесь начинается Ганга! Для нас начинается она здесь, потому что мы ее здесь встретили, а так она, конечно, с севера течет! И, как бы, хотел сказать еще такое, что, ну, как бы, повторяю путь! Повторение? Да, я прошел вот этот путь пешком, а сейчас нам на байке с тобой едем! Да! Только в другую сторону, я с той стороны пешком! А сколько занял путь твой пешком? 13 дней! 13 дней! 13-14 дней! Я 31 декабря вышел, а, как бы, 13-го уже вечером был в Дели! А из Дели потом до Гуа как добирался? Нет, я не Гуа, я потом обратно еще попал, потому что я поехал в Хайдахан! Хайдахан поехал обратно в Ашрам, и из Ашрама потом через месяц, да, ровно через месяц поехал в Гуа! Понятно! Ну и что, рад оказаться снова в Варанасе? В Варанасе, да! Ну, какая разница? Если тебе нравится Варанасе, пусть будет Варанасе! На самом деле, очень прикольное место! Сейчас, я не знаю сколько времени, глубокая ночь! Это какой-то порт речной, видимо, или что-то, но жизнь здесь не прекращается ни на одну секунду, я бы сказал! Потому что, ну, даже ночью, видите, движняк! Тут все люди, кто хочет спит, кто не хочет, не спит, там он танцует, бегает, и мы тоже не спим вместе с ними! Ладно, дальше поедем, дальше покажем все, что будет! Вот очень интересно, а что ему снится? Люди спят просто на дороге, они, наверное, такие свободные или такие бедные, не знаю! Что ты думаешь, они спят здесь, потому что они слишком свободные или слишком бедные? Встречаем рассвет в дороге! Драйвинг всю ночь! Класс! Их! 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 Вот арка! Пальма рядом! Там мусульманский город, да, тут мусульманская секта. Там мусульманская секта. Обратите внимание, люди ходят без масок на севере. Переправа. Стоим, ждем поезд, тот индус полез куда-то не терпится ему. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Едем всю ночь. Не знаю, что это, сажа, пыль, что угодно. Но главное, это вид, который мы обнаружили в предгоре Гималаев, только с самого начала. Едем дальше. Огромная благодарность вам за то, что вы есть, за то, что досмотрели выпуск до конца. Когда я монтировал, то безумно кайфовал и заново пережил весь этот путь. Не думал, что первый выпуск будет таким большим. Получилась офигенная история. Мы прибыли куда нужно. Домой. Об этом месте я расскажу в следующем выпуске. И поверьте, он будет еще красочнее. Напоследок я хочу анонсировать авторские туры по Индии. Сразу же, как откроются границы после карантина коронавируса, я наберу группу, и мы вместе отправимся по разным городам Индии. У вас есть возможность попасть и в этот блог, и начать свой. В общем, поехали вместе. Все подробности можно узнать лично, написав мне в Инстаграме. Благодарю вас за все. Буду бесконечно рад распространению этого ролика. Хочу, чтобы наш сериал увидело как можно больше людей. Мир вам. Верьте своим мечтам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok